Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит, показывает, вопадом. Сегодня речь пойдет об Ульфе Старке. Ульфа Старка я очень люблю. Это прекрасный совершенно автор. И как хорошо, что не только по-шведски можно его теперь прочитать. И вот эта книга, пусть танцуют белые медведи, она совершенно замечательно ложится в ту линейку подростковых книг, где-то которые с 12 лет надо начинать читать. И так прекрасно рассказывает об очень сложных и важных вещах в жизни подростка. Что мне просто не хватает слов описать, насколько я благодарен Ульфу Старку за эту прозу. Ведь смотрите, что происходит обычно, когда пишут о сложных вопросах. Все начинают направлять бесконечное пристальное внимание на личность самого подростка. Начинает ребенку рассказывать про то, какой он внутри, как у него все должно быть. Между тем, как его волнуют исключительно внешние вещи. Мне придется обратиться к спойлеру. Ну да, придется рассказать вам немножко о чем книга. Но я не буду говорить, чем все кончится. Поэтому, надеюсь, вы немножко успокоитесь. Кто совсем не хочет спойлера, пожалуйста, ограничьтесь моим советом. Просто читать обязательно. Это абсолютно невероятная вещь. Это вроде книги «Чудаки и зануды», которая совершенно точно должна быть прочитана. Настоящий шедевр. И, может быть, ограничится только замечанием, что, конечно, местами будет грустно. А как иначе? А дальше видео следует выключать и уже ничего о книге не слушать. Так вот, для всех остальных я рассказываю, что Лесса – это совершенно обычный пацан. Он очень простой. У него нет никаких колоссальных проблем со здоровьем, с личностью. Он живет типовой жизнью. У него простая семья. Он слушает Лесса Пресли, ходит неряшливо одетый, дурачится на уроках. Бесконечно выводит из себя классного руководителя. Это просто... Он не специально. Он, в общем-то, не хотел ничего дурного. Но его действительно плохо приняли в классе, в новой школе. Его действительно плохо с учебой. Но он троечник, говоря нашими словами. У него какая-то не сложившаяся такая вещь. И тут он вытумывает случайно историю про то, как учитель, не любящий жвачку, не терпящий на уроке жующих ученика, размазывает жвачку ему по волосам в гневе. И, соответственно, эти волосы выстригаются. У него прическа гораздо хуже, чем у меня получается. Родители в бешенстве. Мать кричит, топает ногами. Отец, у него такой угрюмый, совершенно такой мощный отец. Дело в том, что профессия мясника, это профессия, требующая грубой физической силы. Там действительно должны быть хорошие бицепсы. Его отец такой, значит, такой... Он слегка напоминающий медведя все-таки. Почему белого, я в конце скажу. Он приезжает в школу с намерением дать отпор этим паразитам, которые делают из его ребенка полного придурка и обращаются с ним как с придурком. Он все это проворачивает в школе, не буду говорить, что. Леса может быть доволен. Вместо выволочки от родителей он получает. Но, мягко говоря, учителя его после этого больше любить не стали. Его вот это внезапное, по-видимому, как это бывает, спонтанное вранье о том, что вот, учитель размазал. На самом деле, конечно, его постриг одноклассник, да? Ну вот, выстриг клочью волос, и у него голова стала напоминать неизвестно что. Значит, конечно, все это немножко по-другому в тексте, я спрямляю. Но, понимаете, да? Это не улучшает атмосферу. И дальше происходит очень важная вещь. Леса узнает, что его семья разваливается. И тут он понимает, что горячо любимые родители, которые, конечно же, и есть белые медведи. Почему? Ну, потому что его папа, работающий в хорошем месте, значит, на хорошей должности, он занимается именно с мясом, да? Леса привыкает к виду свиных туш и, значит, к тому, как добывает для всех этих вкусных блюд, как добываются полуфабрикаты, да? Вот. А его папа все работает в белом халате, да? Вот. Его мама медсестра. И она тоже в белом халате, да? Он видит их обоих регулярно в белом халате. Поэтому белые медведи, да? Поэтому это очень теплый, очень детский образ. Это та картинка, которая бесконечно точно схвачена автором, да? Вот, действительно, да. Но, к сожалению, белые медведи, они в неволе очень плохо себя чувствуют. И случилось то, что случилось. И нелепая случайность, да, приводит к тому, что семья разваливается, да? И они уезжают. И что дальше будет с Леса? Как он дальше будет жить? Как ему будет тяжело или легко? Вы прочитаете, удивляясь тому, как Ульф Старк умеет с фотографической точностью. То ли вспомнить себя в этом возрасте. То ли описать жизнь знакомого мальчика. Но в любом случае вам будет хотеться, чтобы история кончилась хорошо. Вам будет очень-очень сильно хотеться именно сочувствовать. Ульф Старк, именно вот этого шведского мальчика, именно просто как-то поддержать. Вот это та книга, в котором, по поводу которой во всяком взрослом читателе просыпается детское-детское трогательное писательное письмо. Трогательное желание написать письмо писателю. Заговариваюсь, да? Помните, я рассказывал о переписке Астрид Лингрен с девочкой, с ее юной читательницей? Очень трогательная, сейчас переведенная и опубликованная. Вот это тот самый случай. В нас это желание нарастает. Нам хочется поговорить с писателем, спросить его, а как там у Леса будет все дальше? Все будет хорошо. Все будет замечательно. Потому что есть в этом мире такие книги, такие люди. И есть такие правдивые рассказы. С юмором, достаточно без вот этой вот обреченности, да, без вот этой вот психологического давления тяжелого, да. Но при этом абсолютно честные, абсолютно правильные рассказы о том, что происходит, если в жизни случаются несчастья. Развод – это, конечно, большое несчастье. Так что пусть танцуют белые медведи. Книга лирическая, книга светлая и книга очень правильная. Читайте Ульфа Старка, издательство Самокат. Рекомендую от всей души. Обязательное прочтение.